Итак, Матфея 24 глава. С 3 стиха, пожалуйста. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили, Скажи нам, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века? Я хочу быстро сделать обзор этого стиха. А потом мы продолжим. Они задали Иисусу несколько вопросов. Во-первых, когда. Второе, каков или что. Потом слово признак. Кончины века. И все эти слова весьма важны. Они, во-первых, хотели знать, когда конкретно, в какой промежуток времени эти вещи будут происходить. Какими будут признаки пришествия. И я говорил в прошлый раз. Они попросили назвать один признак. Но Иисус перечислил несколько. И они спросили, каков признак. И слово признак это то слово, которым описывали дорожные знаки, которые мы видим, когда едем по дороге. И это говорит о том, что они сказали Господу, Господь, мы понимаем, что есть пророческий путь. И мы направляемся к кончине века. Каковы признаки знаки, какие будут по дороге. Которые сообщат, где мы находимся. Сколько еще надо проехать. Как мы поймем, что мы приехали. Каковы знаки говорящие о том, где мы находимся по этой дороге. И они хотели знать еще о том, что будет кончиной. И это слово кончина, греческое слово сунтелеес, описывает полное завершение. И потом слово век. И я говорил в прошлый раз. К сожалению, в английском переводе написано конец мира или конец света. И вот англоговорящая аудитория, читающая Библию, неправильно понимает. Они думают, что настанет конец света. Но у нас на русский хорошо переведено. Сам свет не закончит существовать. Мир не перестанет быть. Планета наша будет существовать всегда. Но она изменится. В Библии ясно написано, что Бог очистит огнем. И сделает новую землю. Новое небо. Это будет похоже на то, что происходит с человеком, когда он рождается свыше. Полное изменение. Но мир изменится. И они хотели знать больше всего. Кончина века. Что это и как это? И я в прошлый раз уже говорил, если посмотреть на историю, есть разные периоды. Разные эры. Некоторые разбивают на еще более маленькие промежутки времени. Но я хочу, чтобы было легко понять. Посмотрите на историю. Старается понятно, что каждая эра с чего-то начиналась. И потом драматическое окончание каждой эры. И рождалась следующая эра. Давайте немного увеличим, пожалуйста. И начнем с первой эры. Эра невинности. Это то время, когда был Эдемский сад. И закончилось все драматически. Трагически они, Адам и Ева, загрешили. И сразу же грех пришел на землю. И они были изгнаны из сада. И началась следующая эра. Я называю ее Древний мир. И время было очень интересное. Очень интересное. Воображение должно работать для того, чтобы представить, что там было. Не было Божьего закона. И в то время, когда Библия говорит, падшие ангелы приходили на землю. И вступали в интимные отношения с женщинами. И женщины рожали великанов. Из полинов и древние еврейские документы подтверждают. Что падшие ангелы также вступали в сексуальные отношения с животными. То есть занимались скотоложеством. Рождались монстры. Очень странное время было. Но это время было. Такое было на самом деле. И вы сегодня узнаете, что в Матфеи 24 главе Иисус сказал, как было в одни Ноя, как было в древнем мире, так и будет. Перед пришествием Сына Человеческого. Но этот древний мир и этот древний мир стал настолько разложиться, что Бог сказал, что я должен уничтожить его. И это прекрасный пример Божьего терпения. Потому что Бог ждал, пока только одна семья осталась. Бог дождался момента, терпел и дождался, когда осталась лишь одна семья. Ноя и его семья. Они были не осквернили себя. Они были праведны. И когда осталась только семья Ноя, и только с нее можно было начать следующий период, Бог уничтожил древний мир. От него не осталось почти ничего. Библия называет это катастрофой. На самом деле серьезнейшее разрушение. Все было снесено потопом. Каждая эра заканчивается драматическим. И появляется следующий период, который мы называем период правительства или правителей. Библия говорит, что Вавилоне был центр цивилизации, того времени. И там был правитель по имени Нимрод. И вы помните, что Нимрод сказал, что мы построим башню, которая растет до небес. И Библия говорит, он был грешным перед Господом, нечестивцем. И Бог сказал, я уничтожу все их замыслы, языки смешаю. И моментально, Бог перемешал языки. И в еврейской Библии это называется башня, где мямлили или где бормотали неразборчиво. То есть они все собрались, вроде бы сначала говорили на одном языке, а потом смешались языки, они перестали понимать друг друга. И моментально, Бог закончил эту эру. И люди начали расселяться по земле. И началась следующая эра. Когда Бог обратился к одному из этих людей, который был в рассеянии, Он обратился к человеку, который жил в Уре Халдейском, Аврааму. Бог обратился к Аврааму. Призвал Авраама. И появился еврейский народ. И этот период длился долго. И он закончился. Исходом из Египта, где народ израильский был в рабстве 430 лет. И когда они вышли из Египта, такое драматическое событие, Бог уничтожил на то время самую сильную политическую, с политической точки зрения и с военной точки зрения, страну. The army of Egypt was destroyed in the sea. And the people of Israel walked through the Red Sea into the land of promise. Every one of these end with something dramatic as they give birth to the next period. And of course, when they went into the wilderness, it started the period of the law. Because Moses received the law on Mount Sinai. Потому что на горе Сион Бог даровал Моисею закон. And the period of the law lasted all the way into the cross. And at the cross, which is the most dramatic event that has ever occurred in human history, it was so dramatic that it literally split human history in half. That's why historians call it A, B, C, A, D. It's split history. And when Jesus died, there was an earthquake, the heavens turned dark, and it gave birth to the next age. Let's see the next age. And the next age is called the age of the church or some people call it the age of grace or the last days. And this is really, the last days is what it's technically should be called. God is so careful with his calendar that you can literally go to the calendar and look at the very date when all of these things ended and when they began. We know the last days started exactly on the day of Pentecost early in the morning about nine o'clock in the morning because that's when the Holy Spirit was poured out on the day of Pentecost. In Acts chapter 2 verse 17 Peter prophesied and said in the last days God says I'll pour out my spirit the Holy Spirit was poured out and that began this period which is called the church the age of grace or the last days and it will go all the way until the rapture of the church. Now if you can bring that this way a little bit that I want to show the little round circle pictures the age that we're living in right now. We're literally living in the very end of the last days. Скажи Аминь. And we're waiting for Jesus to come. The catching away of the church is going to be a very dramatic event when suddenly God evacuates his people. Now there are some people who believe the rapture is going to take place during the Velikay Skorby. We do not believe that. But it's going to get so bad that you might feel like you're in the Velikay Skorby. But the Bible teaches very clearly that God will save us from the wrath to come. And that describes the Velikay Skorby. And second Thessalonians chapter 2 teaches the moment the church is removed it says that we are the hindering force that's holding back evil and the moment we are evacuated it will be like the curtain will be parted on the stage and the Antichrist will be revealed. But the world will not realize he's the Antichrist they will think that he is the Savior and the deliverer of a bad situation in the world. And for three and a half years people will think everything is great. But the last three and a half years the book of Revelation tells us God will pour out wrath, wrath, wrath like has never been before and will never be again. In fact, Jesus said if God didn't shorten those days the wrath is going to be so bad that no one would even survive millions of people will die and it will end with the battle of Armageddon which of course is going to be a very dramatic event which will give birth to the next day but at Armageddon Jesus is going to come now there is the rapture and there is the second coming these are not the same thing the rapture happens here and for seven years during the Vellicой Скорби we're going to be in heaven fellowshipping together we're going to be at the marriage supper of the Lamb we're going to stand before the judgment seat of Christ and it will be determined what we're going to do during the thousand years and what we do during the thousand years will be determined by what we did here that's why I always tell you that right now we are in a period of qualifying for the future when we leave the earth time is not finished there's another age in front of us and how faithful we are now determines what we're going to do in the future but when Jesus comes at the time of Armageddon the Bible tells us in Jude verse 14 he will come with ten thousands and innumerable number of his saints you can read about in the book of Revelation that's us we will return with him and he will set up the millennial reign for a thousand years and at the end of the thousand years the Bible tells us for a very short period the devil will be released once more to test the nations now why is that important because for these thousand years the devil is bound people are serving God with no temptations without the devil influencing anybody people will be serving God almost with no choice because there's no other option so at the end of the thousand years the devil will be released to prove who really is committed and who is not he will be thrown into the bottomless pit into the lake of fire and that will be the end of the history of the devil and at that time will be the great white throne judgment every person in all of history who has never repented unbelievers will stand before the great white throne the Bible says the books will be opened and people will be judged judicially almost as if they are in court будут судимы люди как вот в суде судят там они будут судимы and when then they will also be thrown into the lake of fire and that will begin eternity but when the disciples were saying what will be the wrap up of the age they were talking about right here the period that we are living right now now I don't know about you but just seeing this graphically it really helps me to see where we've been where we are and where we're going but now let's go back to Matthew chapter 24 so they said Lord tell us how will we know when we come to the end of this particular age they asked for one sign Jesus gave many and we do not have time today to deal with all of them but we're going to look at a couple of them well we saw last week that the first sign Jesus gave is in verse 4 and it's the only and it's the only verse where Jesus said beware it means he was saying you better really pay attention to this because when you see this one you've come to the very very end of your age and he said deception or delusion would come into the world we talked about last week we really are living in delusional times people are confused they are affected by a spirit of deception I don't want to get into that again but Jesus was very clear about it then he said I want us to jump down to verse 6 you will hear wars также услышите о войнах и военных слухах and we saw last week и в прошлый раз he did not say you'll see them мы говорили о том что Иисус не сказал что обязательно увидите своими глазами но услышите и это описание с самого конца времен того периода времени когда очень большое количество информации будет в доступе it doesn't matter where you live you will have the opportunity to hear and hear and hear and hear and hear about wars and rumors of wars the word rumors the Greek word for the ear it describes our ears ringing with information about wars rumors of wars and the word wars describes small conflicts описывает маленькие стычки большие сражения разные сражения now when you go to Luke 21 and we're going to go there in just a moment we обратимся Иисус сказал еще about wars and rumors of wars but let's continue давайте продолжим he also says nation shall rise against nation the word nation the Greek word ethnos the word nation the Greek word ethnos народ one ethnic group against another ethnic group пойдет против другой it might be one nation group может быть страна but with different ethnic groups within it или может быть внутри какой-то страны разные этнические группы разные столкновения культур разные религии white against black черные против белых одна религия пойдет против другой религии Иисус сказал вы увидите как они будут восставать друг на друга и вот что интересно слово на греческое слово эпи означает закарабкаться и быть наверху вскарабкаться и быть наверху то есть надавить ты просто давишь на кого-то наезжаешь на кого-то и пытаешься раздавить ты хочешь раздавить кого-то но просто цивилизация перестанет быть цивилизацией цивилизованность уйдет царство на царство греческое слово эпи снова речь о превосходстве одно царство пытается раздавить другое слово царство несет смысл идеологии сегодня раньше не было такого столкновения таких конфликтов между идеологиями мы видим экономические войны мы видим войны в средствах массовой информации одна идеология идет против другой и Иисус сказал что в конце времени будут конфликты между этническими группами между идеологиями и еще он сказал седьмой стих и будут вторая часть седьмого стиха и будут глады моры и землетрясения что такое глады глады это голод сегодня возможно это сложно понять потому что когда еда есть ты не понимаешь что в других частях света бывает такое что еды просто нет большая часть жителей земли ложится в голодном состоянии люди недоедают я не хочу вам докучать или наскучить вам называя разные статистические данные но на самом деле проблема голода на земле существует и так как сегодня население земли настолько огромное раньше столько людей не проживало одновременно серьезная серьезная проблема и еще моры а на самом деле в греческом использовано слово которое описывает нехватку зерна то есть нехватка зерновых или хлеба и тогда в то время в то время мировая экономика древнего мира строилась на зерне то есть есть зерно есть хлеб с экономикой все хорошо поэтому Египет был богат у них было много пшеницы пшена если была нехватка зерна пшеницы то все по всему миру дефицит в наше время чтобы понять каково в то время когда не было пшеницы или зерна вот как понять нам перенести это вот представьте экономическая нестабильность такая что все рынки рухнули акции все рухнули все валюты рухнули и так это слово глады описывает не только нехватку еды то есть Иисус предсказал серьезную экономическую нестабильность и восьмой стих все же это начало болезни и мы уже говорили в прошлой стихе что слово болезнь это слово в греческом описывает женщину которая рожает и у которой начинаются родовые схватки у нее родовые схватки одна за одной по мере рождения ребенка они учащаются и мы говорили о том что у каждой эры были родовые схватки каждая эра рождала следующую и конец нашей эры ознаменуются такими вещами которых раньше не было и у женщины сначала родовые схватки ну такие не очень частые но чем ближе роды тем они чаще и чаще и сильнее и сильнее и сильнее Иисус сказал что по мере приближения к самому концу вы поймете потому что катастрофические события которые раньше происходили гораздо реже они будут происходить все чаще и чаще и чаще и чаще и это признак того что вы в конце церковь будет забрана начнется следующая эра давайте еще несколько вещей посмотрим 12 стих пожалуйста Иисус говорит удивительную вещь и некоторые пророчества становятся понятными только по мере приближения к нему например Иисус сказал и по мере умножения беззакония это 12 стих по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь и люди всегда спрашивают что это такое беззаконие замечательно русский язык переведено это слово описывает поколение которое отбросило все предыдущие взгляды на жизнь все предыдущие точки зрения они отбросили все устоявшиеся научные стандарты они отбрасывают Божий закон и они говорят все это было для прошлого времени и мы не будем следовать этим вещам больше вот что важно потому что антихрист придет к власти и Библия его называет а сын беззаконий или человек беззаконий беззаконный мир люди уже не захотят следовать закону закону Божьему они сами поднимут среди себя человека возвысит его и он скорее всего заявит о себе как о прогрессивном мыслителе я хочу сказать что то что сегодня происходит на западе в западной цивилизации западная цивилизация отвергает Божьи закон там такой бунт такой бунтарства против своей половой принадлежности люди восстают они пытаются навязать все это всем другим странам и единственное что мешает это церковь мы с вами Божья сдерживающая сила удерживающая Иисус сказал что по мере приближения конца где красный кружок беззаконие увеличится Луки 21 пожалуйста откройте Луки 21 первая глава мы find that Luke records a few more details they're all telling the same story but the Holy Spirit used each gospel writer to tell a little differently and when you come to Luke chapter 21 I want you to see what Luke adds it says in verse 9 when you hear of wars когда услышите о войнах и смятениях интересно потому что Матвей не сказал ничего о смятениях смятения могут включать в себя политические демонстрации люди выходят на улицы пытаются свергнуть правящую власть режим it's not necessarily a war it's what we saw a couple years ago in what was called the Arab Revolution недавно в арабских странах была арабская революция правительства менялись вот что описывает это слово Иисус сказал не ужасайтесь the word terrified is really the word for terrorism на самом деле это слово описывает терроризм не позволь себе быть затерроризированным тем что происходит все это должно произойти но это не означает что это самый конец все эти события будут происходить и дальше 10 стих восстанет народ на народ царство на царство 11 стих будут большие землетрясения по местам и глады и моры и ужасные явления и великие знамения с неба 11 стих говорит что будут землетрясения но слово большие в греческом также может описывать количественно то есть сколько землетрясений интересно что ученые говорят сейсмологи и те кто изучают геологию говорят что вот сейчас такой период когда землетрясений в количественном отношении происходит больше чем за всю историю сейчас каждый год больше двух миллионов землетрясений в римлянном 8 главе об этом написано что земля стенает стенает по мере приближения конца и далее снова глады и речь о нехватке еды или финансовой нестабильности море это разные болезни уже одна пандемия прошла была но пандемии еще будут я вас не пытаюсь напугать Иисус сказал что мы должны знать об этом Он не пытался нас напугать но снарядить и подготовить и потом вообще интересное ужасное явление и великие знамения с неба Слово ужасное явление греческое слово фоботрон очень странно переводчики так и не поняли как надо перевести то есть они не решились перевести как надо этим словом в греко-говорящем мире называли монстров чудищ когда греки писали о чудищах или о монстрах они использовали это слово то есть Иисус сказал в конце времен появятся какие-то чудища кто-то говорит может какие-то чудовищные события на самом деле здесь речь о чем-то чудовищном и так Иисус сказал в конце времен будут чудища или монстры а кто такой монстр это что-то что имеет неестественную природу происхождения это что-то что пугает монстр он отличается это неестественно Иисус сказал что в конце времен будет как во дни ноя когда падшие занимались сексом с женщинами и женщины рожали монстры чудища и сегодня наверное в первый раз за всю историю вот если не считать вот с того времени если посчитать такого не было только сейчас если бы я это сказал на западе прямо сейчас тогда против меня возбудили бы уголовное дело у меня были бы проблемы с законом но я скажу правду мы с вами живем во времена чудищ люди которые меняют свой пол превращаются в чудищ you look at somebody you don't know who it is you don't know what it is is it a man is it a woman what in the world is this and now we have this problem with children who are imagining that they're animals and people that are refiguring their body to look like animals and my friends we're living in the day when demons have been released and he is creating monsters in society and unfortunately the western world is saying that it's normal and everybody needs to do it и к сожалению запад навязывает другим странам вот эту точку зрения что это нормально иисус сказал когда вы посреди себя увидите чудищ и монстров добро пожаловать вы в конце времен и вот я был в Америке недавно и мы с Денисом пошли выпить кофе и мы это было ну знаете как вот проезжаешь такое обслуживание подъехал на машине заказал чашку кофе тебе дают в машину и человек который нас обслуживал когда он открыл окошко я перестал дышать затаил дыхание я подумал что это что это что это за сказочный персонаж человек ли это я не знаю люди на западе делают это с собой и обратного хода уже нет то есть ты обратно в человека уже не превратишься и вот эти чудища посреди нас появляются и еще Иисус говорит великие знамения вот что удивительно здесь греческое слово апо это слово указывает на нечто спускающееся с неба вы не просто увидите это на небе или в космосе это спустится с небес на землю и некоторые говорят что Иисус говорили что мы что Иисус предсказал что будут прилетать к нам будет что-то прилетать с других миров и некоторые богословы считают что это прямое указание на летающей тарелке или на НЛО что-то с неба же прилетит кто-то говорит что это ракеты будут может быть какие-то от солнца будут отделяться вещи прилетать на землю может быть метеоры астероиды о чем бы Иисус не говорил мы точно не знаем в этом есть некая тайна но с небес будет что-то спускаться прямо к нам сюда в земную атмосферу вот что Иисус сказал но еще важный знак go back to Matthew 24 и I want us to look at what Jesus сказал which would be the last sign and the greatest of all Matthew chapter 24 look at verse 14 look at it he says and this gospel of the kingdom will be preached in all the world for witness to the nations and then тогда is very important in Greek it means exactly at that precise moment the end will come придет конец the word end which is the Greek word sunteleus that will be when the wrap-up takes place so Jesus says listen the whole thing is going to end the final moment when the gospel has been preached in all the world well when I was growing up I thought that meant the gospel had to be preached in every island but the word world is the word for the civilized or sophisticated world the connected world and for the first time in human history right now because of the internet because of mobile devices the world is connected it is the first time that that verse could be fulfilled and you have to understand what this verse means that when the possibility has come for the whole world to hear the gospel doesn't say they'll hear it it says that it will be preached that it will be preached but it will be preached that it will that it will be preached that it will then exactly when the wrap up will come you know it's interesting that right now in all of our human population you can do your own research there are nearly six billion mobile devices that's amazing that's amazing Denise and I were in Vietnam it is so primitive and we were riding on a street through rice fields where the women were wearing their hats just like they did hundreds of years ago with carts and horses and oxen with mobile phones in their hands I thought now that is amazing the whole world has become connected весь мир связался друг с другом and for the first time в первый раз in human history за всю историю человечества Matthew 24 verse 14 can be fulfilled now I don't know when Jesus is going to come Jesus said even he didn't know he said the angels didn't know he said only the father had said that moment he was the only one that knew but he did say if you want to know the signs I can tell you that you can know the signs and according to Matthew 24 Mark chapter 13 and Luke chapter 21 we are right at the very end now turn to Philippians chapter 4 Philippians chapter 4 Philippians chapter 4 and I want to give you a word that I believe is going to help you and when you come to Philippians chapter 4 the apostle Paul says in verse 6 let's begin in verse 5 let your moderation be known to all men the Lord is coming then he says don't worry about anything we can't change any of these things but we have to make a decision that we're going to be available to help in the middle of all these things that's why right now we're helping people that are suffering поэтому мы прямо сейчас помогаем пострадавшим that's why right now we're distributing relief мы сейчас отправляем помощь this is not time for us to say oh-ho-ho we're so afraid мы сейчас отправляем помощь беженцам сейчас не время говорить ой нам страшно this is a time for us to say we need to help those who are afraid сейчас время помогать тем кому действительно страшно it's not a time for fear сейчас не время бояться and worry is not going to change anything anyway а переживаниями или заботой все равно ничего не изменишь и Павел написал но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом друзья, я вам хочу сказать сейчас время молиться и я сегодня дам несколько рекомендаций о том, как пребывать в мире первое, что мы видим в этом стихе когда мы начинаем заботиться переживать о чем-то волнуемся о будущем мы должны принять решение что мы не поддадимся страху но вместо страха мы будем в молитве приближаться к Господу это все говорит мы в молитве должны приходить и прошение в греческом написано о конкретных просьбах греческое слово описывает тех людей вот не заботитесь вот это слово забота описывало конкретно людей, которые переживают о материальных вещах о деньгах о еде вы переживаниями не заработаете не надо бояться надо молиться и говорить с Богом о том, что нас беспокоит Библия говорит с благодарением когда вы начинаете поднимать свои руки поклоняясь Богу меняется атмосфера страх уходит мир Божий приходит и вы наполняетесь Божьим миром и следующий стих смотрите и мир Божий который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши помышления ваши во Христе Иисусе я не переживал ни о чем из того что мы прошли за последнее время потому что каждому есть о чем задуматься есть у каждого кто таком можно начать переживать посмотришь новости тогда можно вообще выйти из себя но мы должны выбирать выбирать вместо того чтобы поддаваться страху мы должны сами наполнять заряжать свою атмосферу хвалой Богу я делаю это в той комнате где я молюсь я поднимаю руки я говорю отец ты верен ты верен ты никогда меня не подводил ты никогда нас не подводил имя твое верное когда ты начинаешь сам менять атмосферу заряжай ее тогда приходит вера приходит мир приходит помазание меняется отношение и этот стих говорит когда вы это делаете мир Божий наполняет слово мир описывает такой момент когда прекращаются все волнения этот стих говорит он сохранит в сердца ваши помышления соблюдет простите еще одно греческое слово это слово соблюдет описывает стражника охранника который стоял у городских ворот городская стража охраняла вход и эти стражники решали кого впускать а кого не впускать этот стих говорит что мир Божий будет соблюдать то есть будет охранять сердце и не пустит ничего в разум защитит эмоции мир Божий как страж как охранник каждому страху будет говорить тебя не пущу тебе нельзя и когда что-то хорошее захочет войти мир Божий говорит заходи располагайся мир Божий будет защищать вас и я дам еще несколько рекомендаций первое запишите пожалуйста первое молитесь вам нужно молиться как об этом написано в 6 стихе когда вы молитесь мир Божий приходит в вашу жизнь второе надо читать Библию в Колоссянам написано в 3 главе 16 стихе что мир Божий приходит к нам когда мы читаем Библию и он действует как судья в сердце защищая сердце и охраняя его итак первое молитесь каждый день второе читайте Библию каждый день и если вы напуганы читайте Псалмы Псалмы утешат ваше сердце третье вам нужно заботиться о ком-то перестаньте думать только о себе когда вы думаете только о себе проблемы будут расти и если вы склонны переживать о себе лучше позвоните кому-нибудь пробежайте кого-нибудь подумайте о чьих-то проблемах не думайте только о себе начните думать о других и четвертое ходите в церковь не пропускайте служений потому что в церкви вы соприкасаетесь с людьми вы ощущаете силу которая исходит от святых это самый верный путь других путей нет для того чтобы жить в мире в конце времен давайте повторим номер один молимся и молимся каждый день я ложась спать молюсь я просыпаюсь молюсь я не многие часы провожу в молитве но я засыпаю молюсь молюсь за вас засыпаю за нашу благую весть онлайн за всю нашу семью которая является нашей аудиторией я молюсь за тех кого я люблю за свою семью и библия говорит пауза 4 8 4 8 я буду ложиться в мире и спать когда ты ложишься спать ты будешь спать в мире when I get up when I get up in the morning before I ever lift my head from the pillow прежде чем встать прежде чем моя голова оторвется от подушки I'm recognizing that Jesus is in charge nobody else я признаю снова я делаю это вслух что Иисус руководит всем нет других руководителей несколько секунд но это я делаю but it's start your day in peace и я начинаю день с мира number two читаю Библию все же читаю Библию даже если минуту потратишь you get the word of God into your eyes because it will activate peace in your heart number three не думай только о себе ask somebody else how are you how was your yesterday what can I do to help you how can I encourage you immediately you're thinking about others not yourself and number four you be in physical fellowship now if you're watching online and that's all you can do you be here you be here with us online I'm talking about online и если можете быть только в интернете будьте с нами в интернете потому что мы церковь для вас если вы наша онлайн аудитория будьте с нами на домашней группе пишите нам сообщайте молитвенные нужды но если вы можете физически прийти на домашнюю группу или можете прийти в церковь физически приходите потому что нам всем это нужно в евреям 10 главе 25 стихе по мере приближения сего дня надо делать это все чаще и чаще и больше ободрять друг друга и не оставлять собрания если вы будете делать эти четыре вещи вы будете жить в мире в следующем воскресенье я продолжу но мы не будем снова разбирать Матфея 24 я хочу ответить на вопрос если Иисус придет что ему мешало прийти до сих пор почему Иисус еще не пришел а что мы можем сделать чтобы Отец послал Иисуса как можно скорее вы получите большое ободрение в следующее воскресенье и вы будете укреплены не пропустите следующее воскресенье еще хочу сказать что сегодня в 15.30 Денис будет вести молитву и если вы можете быть на этом молитвенном собрании с Денис будьте в 15.30